МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Республика. В студии Александр Базаров. И сегодня в новостях. Никто не забыт, в России и в частности в Чувашии сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. С тотальной проверкой. Что показала рабочая поездка главы Чувашии в Ядрин? Чувствуете себя как дома? В каких условиях будут жить участники приближающегося международного спортивного форума? Сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом, установленный в памяти о жертвах бесланской трагедии. Во всей России и многих странах мира вспоминали эти сентябрьские дни 2004 года. На медицинском факультете Чувашского госуниверситета акцию дополнили учебной тревогой. По сценарию дежурные корпусы М обнаружила фойе самодельное взрывное устройство. Дальше началась отработка алгоритма действий. Как должен вести себя ПЕТ-коллектив, что должен знать каждый студент, где могут возникнуть сложности, выясняли на практике. Без паники у нас угроза. Покидаем все здания, помещения. Все на первый этаж, выходим во двор. По нормативам с эвакуацией людей из трех корпусов, а это более тысячи человек, должны были управиться за 10 минут. Так и получилось. При возникновении реальной угрозы место укрытия – кинотеатр «Сеспель». Сегодня же собрались на факультетском стадионе, чтобы почтить память 334 жертв бесланской трагедии – детей, учителей, родителей и бойцов спецподразделений, погибших при освобождении заложников. Десять лет прошло с того сентября, и детали постепенно сглаживаются из памяти. Но ощущения, пережитые в те дни, ребята помнят до сих пор, хотя большинство из них были маленькими. Помним, что было очень страшно. В прошлом году у нас в школе был день памяти. У нас также выстраивалась вся школа. Мы передавали сердце. Ну, через руки каждого. В условиях не учебной, а настоящей чрезвычайной ситуации медицинским работникам отводится важнейшая роль. Неслучайно парламентером в Беслане стал детский доктор Леонид Рошаль. Сегодня будущие врачи готовы, если понадобится, бежать на передовую. Побегу. Без всяких рук побегу. Показать свою работу не на словах, а на деле. Сегодня экзамен перед главой республики держали ядренские власти. Михаил Игнатьев приехал в муниципалитет с тотальной проверкой. Все подробности этого визита знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Рабочая поездка главы республики в город Ядрен оказалась довольно насыщенной. Причем Михаил Игнатьев не раз отклонялся от заранее согласованной программы визита. И похоже, что местные власти к такому повороту были не готовы. Первым делом кортеж главы региона остановился у перронов районного вокзала. Каждый день отсюда в разные концы республики отправляются более 80 рейсов. Правда, о комфорте пассажиров здесь не заботится. Михаил Игнатьев заприметил даже наспех покрашенной скамейки. Сидеть на таких людям явно неудобно. Из салонов одного из автобусов глава Чувашии попросил убрать лишние предметы. Пренебрегая элементарными правилами, водитель перевозил рядом с газовым баллоном полную канистру масла. Ознакомился глава республики с ассортиментом на городском рынке. Местным производителям здесь дают зеленый свет, правда ощущается дефицит свежего мяса. Сюда его привозят из Цивильского района, причем приобрести здесь возможно только свинину. Популярностью рынок не пользуется и у местных фермеров. Продукции со своих рядок сегодня торговали только три человека. Одна из жительниц призналась главе региона, что возить овощи на продажу в город из некоторых деревень крайне неудобно. Люди просят продлить расстояние автобусного маршрута. Еще одну установку бы продлить, хоть через рынок бы проехала, но обратно в автовокзал. А то бы все старушки маленько для себя сделали бы, реализовали бы свои лишние эти овощи, фрукты. Посетил Михаил Игнатьев районную больницу, здесь тоже есть проблемы. Ощущается дефицит врачей, сейчас не хватает восьми специалистов. Необходимо в ближайшее время отремонтировать издание районной поликлиники, оно не видело ремонта более 30 лет. Итоги социально-экономического развития района Михаил Игнатьев подвел на совещание. Глава региона отметил, что проблемы муниципалитета немало. Разбитые дороги во дворах, высокий уровень смертности от внешних причин, низкая закупочная стоимость за литр молока. Все проблемы района глава республики взял на карандаш. Впрочем, исправить ситуацию местные власти намерены в ближайшее время. Медрик Ковалев и Александр Петров. Республика из города Ядрин. В Чувашии с рабочим визитом побывал министр сельского хозяйства России Николай Федоров. Он посетил предприятия агрохолдинга Юрма в Батринском районе и агрохолдинга Конт в Янтиковском районе. Кроме того, в Янтиково состояло совещание о перспективах развития животноводства в Чувашии, в котором приняли участие глава республики Михаил Игнатьев, министр сельского хозяйства России Николай Федоров, республиканское руководство отрасли и местные товаропроизводители. Речь, разумеется, зашла о продовольственной независимости страны и региона. Министр сельского хозяйства России Николай Федоров рассказал, что уже сейчас страна полностью обеспечивает собственные необходимые потребности по зерну, картофелю, подсолнечному маслу, сахару. Кроме того, сейчас экспортируется около 2 миллионов тонн рыбы, а импортируется около 1 миллиона тонн. Неплохими темпами растет обеспеченность населения отечественным мясом и мясными продуктами. Планируются дополнительные меры поддержки для производителей молока и молочной продукции «Мясо птицы». Мы доложили представителю правительства и президенту о том, что нужно продлить эту программу. И, в принципе, понимание есть. И сейчас мы готовим обновление, новую редакцию госпрограммы. И пишем там, что до 2017 года. С докладом о работе агропромышленного комплекса республики выступил министр сельского хозяйства Чуваший Сергей Павлов. Он отметил, Чувашия традиционно занимает одно из первых мест по основному показателю эффективности сельскохозяйственного производства – выходу продукции на единицу площади. Так, в республике производство мяса на 100 гектаров сельхозугодий в 2013 году составило 10 тонн молока – 42 тонны. Эти показатели выше не только окружных, но и среднероссийских. Если недавно это направление практически отсутствовало у нас, то сейчас единичные проекты, они есть у нас и в Чебоксарском, Порецком, Шумерлинском, Шумуршинском районах. И общие поголовья свыше 2000 у нас имеются. Но значительный прирост мы планируем в этом направлении за счет привлечения инвесторов. Вы знаете, многие здесь сидящие, что Чувашская республика заключила соглашение с провинцией Сычуань. И у нас уже создано совместное предприятие с Чувашской стороны и со стороны бизнеса Китайской народной республики провинции Сычуань, которые планируют со следующего года начать проект по производству мяса говядины. Первоначально это 2000 голов маточного стада. И дальнейшим увеличением реализуется этот проект в Марпасадском районе. Правда, Минсельхозе России считает, что сельхозтоваропроизводители Чуваши не уделяют должного внимания мясному животноводству. И само по себе вот это снижение в структуре аграрного производства удельного веса животноводческой продукции, по нашей оценке, это обстоятельство тревожное, которое позволяет, может быть, так уже на старте выступления, сделать вывод об отсутствии приоритетов по отношению к животноводству. Однако аграрии республики с руководителем департамента не согласились. В развитие этого направления в последнее время вкладываются солидные инвестиции. Количество предприятий различных форм собственности растет. И это несмотря на то, что есть проблемы с получением федеральных субсидий по процентным ставкам, а также самими банковскими кредитами. Под залогом Збербанка находится имущество на 350 миллионов. То есть почти трехразовое превышение залоговой суммы. И мы не можем сегодня привлекать кредиты для дальнейшего нашего развития, только это то, что мы не можем банкам предоставлять залог. Вот как бы этот узел нам разрубить, чтобы все-таки банки, пусть даже на маленькие предприятия, аграрный бизнес, смотрели все-таки как бы с пониманием. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, сельское хозяйство Чувашии за последние годы не делало резких отклонений от намеченного курса. Все основные направления сохранены. Однако кое-что корректировать приходится. Производство ради производства противоречит законам рыночной экономики. Сегодня не чиновник, а рынок расставляет приоритеты в сельском хозяйстве. Надо кроме производства учесть, как земля используется, тут тоже цифры были озвучены. Кроме всего этого закредитованных хозяйств субъектов, платность-возвратность по нашим государственным коммерческим кредитам и в целом какая экономика. Я ответственно могу доложить, по итогам прошлого года экономическая ситуация и удельный вес прибыльных хозяйств субъектов у нас в республике улучшилась. Это очень здорово, и тем самым это является в конечном счете в рыночной экономике ключевым показателем. В завершении совещания лучшим тружникам сельского хозяйства республики были вручены государственные награды. Высшая награда Минсельхоза России – золотая медаль. За вклад в развитие промышленного комплекса была вручена генеральному директору АКонда Валерию Иванову. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев. Республика. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев встретился с первым заместителем председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Еленой Николаевой. Елена Леонидовна представила модель создания некоммерческого арендного жилья и рассказала о ее преимуществах. Чувашия – один из первых регионов, где появилось арендное жилье социального найма. Елена Николаева – инициатор проекта создания некоммерческого арендного жилья, но на несколько других условиях. Это новая форма жилищной политики, когда мы предлагаем гражданам, которые не могут себе позволить в собственность купить жилое помещение, но хотят улучшить жилищные условия. Это вопросы длительной аренды, которые по сниженным ставкам. И мне кажется, это очень интересная возможность, которую нужно обязательно рассмотреть. Я думаю, даже, что один из пилотных проектов мы предложим сделать здесь. Тем более, что финансирование мы предлагаем инвесторам только 10% вкладывать. Все остальное мы приводим в виде соответствующих облигаций со стороны ИЖК и ФЖС. По сниженной арендной ставке для потребителей обзавестись жилье могут молодые семьи и бюджетники. В дальнейшем эта модель жилищной политики может использоваться для переселения из аварийного жилья, для зданий, которые признаны таковыми после 1 января 2012 года. Глава республики Михаил Игнатьев подчеркнул, что Чувашия готова участвовать в проекте некоммерческого арендного жилья в качестве пилотного региона. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин провел заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашской республике. Уровень аварийности на республиканских дорогах по-прежнему высок. В чем причина и как повлиять на ситуацию, ответы искали сообща. Минутой молчания началось заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашской республике. Почтили память жертв терроризма. Более тысячи заложников два с половиной дня находились в заминированном здании. В итоге погибло 334 человека. Свыше 800 было ранено. Первым на повестке заседания стал вопрос о состоянии аварийности в Чувашской республике за 7 месяцев текущего года. Рост сразу трех показателей. Количество ДТП, число погибших и раненых людей зарегистрированы в Ибресенском и Комсомольском районах, а также в городе Новочебоксарске. В остальных муниципалитетах тоже есть поводы для беспокойства. Несмотря на то, что удалось добиться сокращения количества дорожно-транспортных происшествий на 9% и числа раненых людей на 16%, впервые в текущем году возросло число погибших ДТП людей. Пусть увлечения не значительны всего на одного человека, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года негативная тенденция продолжается и в августе. Основной причиной дорожно-транспортных происшествий стали неудовлетворительные условия дорог. Отсутствие разметки, дефекты покрытия и недостаток дорожных знаков. Не выполнение какого-то предписания ГИБДД или просто даже без предписания. Мы понимаем, что если смертельный случай произойдет, то, в общем-то, вы его можете относить, в том числе, на свою совесть. Я не знаю, кто как это оценивает, но тем не менее, раз там не стоит ограждение, оно должно было быть. И случай такой произошел, значит, в принципе, есть вина должностного лица. Участники комиссии призвали руководству муниципалитетов в кратчайшие сроки провести ямочный ремонт автомобильных дорог, а также устранить выявленные в ходе обследования нарушения по обеспечению безопасной перевозки детей автобусами. Юлия Важенина, Светлана Алекимова, Николай Яковлев, Республика. Международный форум «Россия. Спортивная держава». По одному только названию можно распознать, насколько глобально и значимое событие произойдет в Чебоксарах и какая ответственность лежит на организаторах события. Достойно принять около 4 тысяч гостей задача не из легких. От хорошей организации проживания и питания зависит имидж республики. Как говорится, гостю почет, хозяину честь. Готовность гостиничного фонда к приему участников проверила наша съемочная группа. Подготовка к форуму «Россия. Спортивная держава» выходит на финишную прямую. Для гостей практически полностью забронированы близлежащие гостиницы. 28 в Чебоксарах и еще 15 резервных в Новочебоксарске и Чебоксарском районе. Две недели назад администрация столицы поставила задачу подготовить отели для приема участников. В целом гостиницы готовы к приему гостей. Такого уровня гостей мы и в таком количестве никогда не принимали. Будем рады очень встретить гостей. И номерной фонд готов, территория в целом готова. Единственное, чего у нас пока нет, это велопарковки и прокаты. Но работа ведется с прокатчиками. Мы видим переговоры, которые встанут около гостиницы. Ну, соответственно, велопарковки будут. Некоторые любители спорта смогут заниматься и в тренажерных залах. В нескольких гостиницах они оборудованы специально для постояльцев. В целом же основные требования гостиницам – это наличие Wi-Fi в номерах и в холле, сувенирной продукции, чувашской кухни и воды местного производителя. А также хорошее состояние фасада, крыльца, парковки, подъездных путей и прилегающей территории. Существующие недостатки необходимо исправить в кратчайшие сроки. Особые предписания по улучшению прилегающей территории выдано не только самим гостиничным предприятиям, но и рядом расположенным организациям. Все должно быть в идеальном состоянии. У нас на подготовку остался буквально один месяц. И мы должны сейчас все усилия приложить, чтобы максимально создать условия, максимально улучшить, чтобы и город, и республика произвели хорошее впечатление. Форум – однозначно важное событие для города и с точки зрения инвестиционной привлекательности. Его будут освещать российские и зарубежные средства массовой информации. Каким он предстанет за пределами республики, зависит и от организаторов, и от обычных горожан. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Чебоксары станут пятым городом, в котором пройдет международный спортивный форум. Наша республика этого действительно достойна. Спортсмены Чувашии становились победителями и призерами олимпийских и паралимпийских игр. Наша съемочная группа встретилась с одним из них. В 1972 году Владимир Воронков был удостоен звания чемпиона 11-х зимних олимпийских игр после преодоления эстафеты 4 по 10 километров на лыжах. Сейчас ему 70, и спорт остался в его жизни навсегда. Я всегда говорю, низкий поклон родителям. Только родители сейчас могут поставить дитё на истинный путь. Ну и, безусловно, детские спортивные школы, где очень много сейчас у нас в Чувашии хороших специалистов. И я думаю, что мы дождемся, не только я, единственный олимпийский чемпион средиземников, я думаю, что на следующей олимпиаде у нас появится спортсмен в Чувашии. Это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин